В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома четверых человек и двух кошек. Виновники возгорания скрылись. Сообщение возгорания квартиры номер один в доме 16 по улице Ладыгина в Автус-городке поступило в МЧС сегодня около двух часов ночи. Горела трехкомнатная коммунальная квартира на первом этаже. Женщина с ребенком, живущей в этой квартире, а также пожилая пара, державшая на руках двух котов на втором этаже, из-за плотного дыма не могли покинуть дом самостоятельно и искали спасение на балконах. Сложность состояла в том, что балкон на первом этаже дома был забран решеткой и забит стальными листами. Горели домашние вещи. Женщина с ребенком спасены с балкона с помощью вскрытия решеток, механизированным инструментом. Два человека пожилого возраста спасены с помощью ручной раздвижной двухколенной лестницы. Олег Михайлович один из жильцов, которым огнеборцы помогли выбраться из огненной ловушки. Мы проснулись, давай все окна открывать, дымом запахло, а потом пожарные, да, нам вышли на балкон, давай дышать. Пожарные кричали, кричали, они наконец лестницу нам выставили. По лестнице спускались? Да, по лестнице спустились вот со второго этажа через балкон. Пожар начался в этой 10-метровой комнате, где проживала молодая супружеская пара. Жилье им, как своим работникам, предоставил Кировский оптовый рынок. Но для других жителей такое соседство оказалось слишком тревожным. Мужчина все время делал какие-то тайники в туалете и выглядел нездорово. Потому что к ним, когда приходили, ключи, они где-то на рынке работают, забыли это, они забыли свой контейнер, что ли там, что-то склад какой-то закрыли, и ключи, и с ключами ушли. Вот их подруги ее прибегали и говорили, что вот они, наркоманы, их сейчас не добьешься, не найдешь ключей, пытались. О неадекватности жильца говорит о совсем недавний случай. Два дня назад тот взобрался на свой же автомобиль Джилле и стал выплясывать на нем, а затем сел за руль и поехал. Но недалеко. На улице Студенческой ему стало плохо, и очевидцы вынуждены были вызвать для странного водителя скорую помощь. А на следующий день тот заявил в полицию об угоне его машины. Это у них, да, Джейн? Да, да, это вот. Черного цвета, да? Да, вот, соседи сказали, что-то они, что у них, да, угнали. Эпицентром пожара эксперты назвали диван, комнате, где жила молодая пара, что с большой долей вероятности указывает на неосторожное курение. Сами погорельцы, покинув комнату, все же догадались разбудить соседей, после чего скрылись с места происшествия. Очевидцы говорят, что Александр, так зовут предполагаемого виновника пожара, накануне уволился с рынка, где работал электриком, а значит, должен был освободить служебную комнату. Но никто не предполагал, что так радикально освободить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!